Педагог по образованию, фермер по призванию. Денис Посадский из Красноармейского района 7 лет назад организовал фермерское хозяйство. Сначала овцеводство, потом и козоводство оказались не только интересным, но и довольно прибыльным делом. О том, каким образом козье молоко попадает на прилавок, в нашем следующем сюжете. Он обещал построить ферму и выполнил непростую задачу. Денис Посадский каждое утро начинает с обхода своих подопечных. Сегодня в хозяйстве этой трудолюбивой семьи более 50 коз, из них 15 дойных. Занинскую породу мы держим. Это одна из самых распространенных молочных коз. Самсон не просто козел, а англо-нубинский козел. На него в хозяйстве излагают большие надежды. С его помощью хотят усовершенствовать породу. В августе ждем окот. Ну, соответственно, посмотрим, какой результат получится. В помещении для молодого поколения специально утеплили стены и потолок. В таких условиях козлята быстро растут и правильно развиваются. В день одна коза дает 3 литра молока. Это удивительный напиток, полезный для зрения, кожи, костей и зубов. Посадские употребляют сами, угощают друзей и знакомых. Остальное каждый день напрямик возят в Чебоксары. Из этого молока здесь варят элитные и благородные сорта сыра. Это у нас сыроварня. Это сыроварня 100-литровка на 100 литров. Есть также сыроварня на 25 литров. Сыроварня с тремя рубашками. То есть одна рубашка для горячей воды, одна для холодной, третья защитная рубашка. В прошлом акушер-гинеколог, менеджер известной фармацевтической компании Ольга Кошелева, кардинально изменила свою жизнь и недавно переехала из Москвы в Чебоксары. Технологию сыроварения постигла на специальных курсах. Пообщалась с единомышленниками и поняла, что ей это интересно. Сегодня даже обучая тех, кто хочет заняться этим непростым делом. Я всегда сравниваю вот этот уход за сырами, как уход за детьми, потому что они требуют и ласки, их нужно и протереть, и погладить, и посушить, и выгулить их, и постилочки, пеленочки, я называю их, поменять. И в общем, ну, реально, когда вот с душой относишься к этому, так и сыр в тебе же отвечает тем же. К отчетто в прованских травах, в вине с черным трюфелем, камамбер, валанса Тедемуан, сыров более 15 видов и есть даже конфеты из крафтового сыра. Ольга Кошелева удивит самого требовательного гурмана. Никаких тут заменителей молочного жира, никаких химикатов мы не используем. То есть идет цельное молоко, идет живая закваска бактериальная и натуральный сычужный фермент. Так на Чувашской земле варят сыры, ничем не уступающие по качеству известным мировым брендам. И сыры, и другие изделия можно найти в магазинах здорового питания местных товаропроизводителей. Сюда привозят продукцию 25 фермеров. Татьяна Раевская, Андрей Шоклев.